Друзья, привет! Скажу я вам, что давненько я так не закатывалась в процессе отсмотра материалов для видео. Сегодня у нас Елена Блиновская и ее офлайн-встреча в ВТБ. Там как раз и будет разрыв. После девочки из инстим, которые придумали развод в разводе. Вас будут разводить, пока вас разводят, чтобы развести. И в конце нас ждет кринж от последователей Мамаситы. Да, бывают и такие. Перед началом попрошу вас оказать небольшую услугу. Поставить на видео лайк. Если по ходу пьесы вам покажется, что я завернула куда-то не туда, то его всегда можно будет снять. А начнем после небольшого отступления. Ну что, самая приятная пора, пора отпусков уже на пороге. И я думаю, многие задумывались о том, чтобы начать путешествовать не только в своей стране, но и за ее пределами. Однако смущал один очень весомый минус таких путешествий. Незнание языка. Я сама периодически берусь за изучение английского и вроде думаю, что все ок. Я более-менее понимаю. Но при личном общении с носителем языка сразу впадаю в ступор. Только тогда понимаешь, что где-то ты все-таки недоработала. Если вам надоела скучная зубрежка, грамматика и заучивание времен, то тогда онлайн-школа Skillbox к вашим услугам. Ребята придумали оригинальную методику, которая позволит заговорить на английском в короткие сроки. В методике учтены недостатки традиционной системы изучения английского, а также распространенные речевые ошибки носителей русского языка. Обучение проходит в онлайн-формате. Вам подберут персонального преподавателя, исходя из ваших речевых особенностей. А после преподаватель подготовит для вас индивидуальную программу. Грамматику вы будете учить через живой язык и готовые речевые формулы. Это особые грамматические конструкции, в которые можно подставлять слова и таким образом получать нужные смыслы. После изучения английского по такой методике, вы прокачаете уровень своего английского на одну ступень. А в случае, если этого не произойдет, то Skillbox доучит вас бесплатно. Поэтому, если вы изучаете язык давно, но безуспешно, хорошо понимаете английскую речь, но не говорите сами, и хотите освоить разговорный английский в сжатые сроки, то переходите по ссылке в описании и осваивайте разговорный английский вместе с онлайн-школой Skillbox. Помните, в своем марафоне про дружбу Блиновская обмолвилась, что она ощущает себя звездой? Да. Так вот, видимо, руководствуясь правилом, что звезда должна быть на сцене, а не дышать в голосовушках, то выдох. Елена решила устроить настоящий концерт. Если бы точнее, шоу. Блаженные съехались со всей страны, чтобы лично прочувствовать энергетику волшебницы, а не через телеэкраны. Концерт Блиновская закатила, как вы понимаете, грандиозный. И я там была, нет, пиво пила. Шучу. У меня пока с сознанием все в порядке. Находить тайные смыслы в мокрой воде и грязной грязи не собираюсь. Если происходит что-то не так, значит вы что-то не так делаете. Таня, блин, какая ты умная, а! Если коротко, то цены Лена выкатила приличные. От пяти до тридцати тысяч рублей. Кстати, шоу, это, прошу заметить, терапевтическое шоу, называется «А что дальше?». И я очень надеюсь, что это не прототип техники Гасанова, и что потом. Я боюсь выступать на публике. И что тогда? Я не смогу говорить. И что тогда? На меня будут странно смотреть, и все выйдут из зала. И что тогда? Да я не понимаю в этом ничего. Мне вообще все равно. Недешевую стоимость концерта Лена решила оправдать раскрытием на нем всех своих талантов. Собственно, поэтому там было жарко. Кстати, фото без блюра в моем телеграм-канале. Оу май! Заплатив немаленькие деньги за полуторачасовое шоу, толпа искушенных мечтательниц наблюдали за тем, как Лена пытается собраться, просто ходя по сцене и очень тяжело вздыхая. И это продолжалось, наверное, первые минут сорок. Вздыхала акапелла, вздыхала под музыку, босиком, в носочках. Короче, как я поняла, она таким образом пыталась найти точку опоры, откуда на нее будет литься поток. После вздохов начались танцы. Затем она решила расслабиться. А теперь просто представьте лица тех, кто пришел на это шоу и целый час сначала наблюдал вздохи, а потом еще и вот это. Причем это не все. Дальше был транс. После пассивного твиста Лена, по всей видимости, переутомилась и почему-то решила, что ее зрителям будет приятно услышать издаваемые ей звуки в микрофон во время питья воды. Кстати, вообще вкусная вода, интересная идея и стакан еще с моей фамилией. Воу, это же вода! И еще стакан! Обалдеть! Когда не знаешь, что говорить, начинаю просто описывать все, что ты видишь вокруг себя. Работает. Затем наша птица Феникс поняла, что ей пора в небо. А после, ну так, невзначай, пошла реклама марафона. Марафон дружбы стартует через несколько дней, если что. Если что, не советую брать эту дружбу. Проходили. Обзор тут. Слушайте, завидую Лене. Правда. Судя по ее поведению, она реально кайфовала. Кайфовала во время того, как более 10 тысяч человек ждали, когда же она уже приступит к сути мероприятия. Устав ждать от Блюновской обещанного терапевтического шоу, подписчицам Лены пришлось еще и терпеть, когда же она выберется из своих флэшбэков. Так, у меня флэшбэк. Сори, я во флэшбэке. Сори. Что это, блядь, такое? Ей тянут в букет, а она Сори, не могу, у меня флэшбэки. Кто-нибудь вообще мне может объяснить, что за трэш там происходит. Елену, не знаю в каких литургических снах, посетила идея. Вполне необычная. А почему бы ей, находясь в этом зале, вот не взять и не созвониться со своей подписчицей, которая неподалеку сидит в этом же зале, и не поболтать? Это же классно, блин! А на любую ее фразу народ поддерживал ее и аплодировал вообще любую ее идею. Ведь она же избранная. А значит, так надо. Наташа посмотрела на всю эту обстановку вместе с танцами Блиновской, почитала, сколько на этом можно бабла делать. Деньги это легко. И мигом сообразила. Хочу быть коучем. В мае 2023 года я чувствую себя успешным, востребуемым, высокооплачиваемым коучем. Ты понимаешь, что она у тебя сбудется без вариантов? Да. Ты понимаешь, что вселенная поспособствует этому? Да. Зачем было устраивать этот созвон, подносить микрофон к телефону, чтобы это все фонило, и звукорежиссеры с людьми в зале просто глохли. Посидев рядом с обычным людям, богатая Блиновская захотела побыстрее отмыться от прикосновений с челядью, и решила не отказывать себе в этом удовольствии. Она устроила себе душ прямо на сцене. А дальше Лена, как истинная звезда, запела. Я чего хожу-то? Я сейчас спою, и надо будет уходить. Собственно, она спела и ушла. Терапевтическое шоу окончено. У меня чувство, будто бы все тупо скинули с Ленины аттракционы. Она поразвлекалась, а на оставшиеся деньги упорхнула в цум. Но я же надеюсь, вы не сомневались, что это терапевтическое шоу на самом деле помогло многим людям. Как обычно, не обошлось без зрительниц Блиновской, которые до сих пор, спустя три дня, не могут отойти от этого мощного перформанса. У меня спрашивают люди, интересно ли было на шоу? А у меня отходняк уже третий день. Да, ушла в себя. Да, меньше сейчас общаюсь с людьми. Да, эмоции выходят. Да, иногда плачу. Мне можно. Но я проживаю это состояние с благодарностью. Спасибо за мою трансформацию. Помимо потрясного шоу, все зрительницы получили подарки от Деда Мороза Блиновской. Ее фотография, распечатанная из Инстын, и пара носков. Однако носки оказались не только белыми, но и исцеляющими. У каждого, кто их надевал, начинали происходить необратимые вещи. Лена, это просто невероятно. У меня в 32 года пропали женские дни. Ранее климакс. Пять лет сидела на гормонах. И вот я бросила все таблетки и купила билет на ВТБ. Я на этот стол вывалила свой климакс. Мощная медитация. Сильный момент с водой. Пришла в гостиницу, спала в носочках. И кто поверит? В аэропорту со мной произошло чудо. У меня пошли дни. Невозможное возможно. Произошло исцеление. Спасибо, Лена. Благодарю. Распаковка идет полным ходом. Я посетила мощный трансформационный тренинг Блиновской. Распаковка будет идти еще долго. О какой распаковке они все говорят. Надеюсь, не личности? Это распаковщик личности. Это реально, девчонки. Бля. По концерту все. Я даже не знаю, как это комментировать. Почитаю лучше ваши мысли в комментариях по поводу всего этого безумия. Но мы идем дальше. Не так давно я снимала сюжет про Степан. Пирамида, в которой все зарабатывают за счет картинок с кроссовками. Типа трендовая штука сейчас. Так вот. Блогеры вроде бы Тановны как-то очень распереживались, что вы сейчас, не дай бог, не на те кнопки там понажимаете и потеряете все свои деньги. Вы должны понимать, что этот проект криптовалютный. Можно хорошо поднять, но есть риск. Поэтому я не советую туда заходить без консультации людей, кто в этом понимает. Конечно же, под человеком, раздающим такие консультации, оказался ее муж. Чтобы не зайти туда просто так, лучше послушать мнение профессионала. И вот как раз таки Артем... То есть, чтобы вы понимали, инфо-цыгане дошли уже до того, что организуют вебинары по тому, как правильно вкладываться в пирамиду. Они бы еще курс по этой теме замутили. Мы как? Мы это терпим? Но вы не поверите, дошло уже и до этого. Блогер Яна Левенцева подсуетилась и создала гайд по пирамиде. Мы подумали, что будет логично выпустить крутой гайд по степам. Причем городе просто какой-то бред о том, что гайдов на всех не хватит. Поторопитесь. Вспоминаю, что количество гайдов пограничено, их менее тысячи штук. Что за чушь? Гайд — это просто презентация. Ее можно отправлять абсолютно любому количеству человек. Да хоть миллиард раз. Я не понимаю, кто до сих пор ведется на подобные уловки. А гайд по вступлению в пирамиды — это просто улет. После такого даже курсы по созданию курсов не выглядят полнейшей глупостью. Друзья, случилось страшное. У мамаситы появился последователь, который тоже додумался для того, чтобы толкать нитки, заряженные на исполнение желаний. Девушку зовут Лена Бородач. Известный блогер, если кто не знал. Началось все с того, что, находясь в Таиланде, девушка загадала желание, и, представляете, оно сбылось. Оно у меня сейчас сбылось. А у Макса, видимо, еще не сбылось. Вот у него есть этот браслетик, он на сих пор носит. После этого счастливого случая она подумала, что она теперь способна и другим исполнять желания. Заказала на Алике браслетиков, как мама сита, поехала, их зарядила, и пошла жара. Короче, они размножаются. Сначала мама сита поняла, что можно наивным подписчикам толкать нитки за полторы штуки. Эти нити настолько заряжены, вот, то все, что вы видели, я не могу вам передать. Я сама это чувствую. Теперь это... Что дальше-то будет? Текстильные фабрики начнут свитера распускать на подзарядку? С этим надо что-то делать. И, наверное, лучшее решение в данной ситуации умнеть. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и ударить в колокольчик. Также обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, а ссылка на мой телеграм-канал в описании. До новых встреч!